привитание уважаемые подписчики канала про цветок с вами Ольга Дуброва и сегодня мы с вами поговорим про борьбу с сорняками с помощью цветочных растений сорняки эти ух они как нам надоели и в прямом и переносном смысле слова но я считаю что победа за нами в агрономии сорняки немножко углубляют это понятие не просто сорняки это те растения которые развиваются в посадках наших культурных растений но еще есть такое понятие как мусорники которые появляются на тех местах где вот временно что-то не возделывается брошенная земля лишенная естественной природной растительности понятное дело что сорняки затрудняют нам и обработку наших участков огорода или цветников они отнимают питательные вещества у растений они являются переносчиками различных болезней и вредителей потому что растение само может быть здоровым растение сорняк она может быть носителем хозяином различных вредителей и конечно же при этом нарушается декоративность к чему я это все вот рассказала вам про агрономические такие углубления к тому что надо следить за состоянием участков не только непосредственно вот собственно вашего участка но еще прилегающей территории то что за домом на забором заброшенном уголочке сада потому что оттуда семена сорных растений и мусорных растений они могут заноситься даже вашими ногами вместе с мокрой почвой могут птицы разносить сможет ветер может с потоками воды проникать смогут тысячи муравьев какие-то семена разносить очень любят они заниматься таким делом поэтому сохраняем в порядке чистоте всю территорию и свою и немножко та которая за пределами вашей территории меня всегда удивляли методы народные методы борьбы с сорняками чего только народ не придумывает это и уксусом поливают и солевым раствором поливают и азотными удобрениями селитрой душат мыльным раствором душат но конечно же наука не стоит на месте она придумала расти препараты которые борются сорняками которые называются гербициды с каждым годом их спектр расширяется но и в том и другом случае это все плохо влияет на почву и в первом и другом случае почва страдает и засоряется вредными веществами если как бы с хозяйственным мылом можно сказать что ничего страшного может даже где-то на кислой почве это будет и неплохо то уж в отношении гербицидов тут вопрос стоит открытый либо по умолчанию либо по недоумию они используются порой без оглядки я самолично наблюдала как на почвах которые неоднократно в течение двух-трех сезонов обрабатывались гербицидами для будущих закладки будущих каких-то посадок долговечных и почва и верхний слой почвы закислялся и там поселялись те растения которые вообще были не характерны для данного участка то есть это уже были мусорные растения или как еще называют рудеральное растение как же с этим всем будет бороться мы будем бороться с этим красиво с помощью цветов будем бороться но еще можно начать бороться с помощью посева газонной травы либо на участке там где вы не пользуетесь и в то же время вы можете создать кусочек газона потому что культурные злаковые травы которые мы используем для создания газонов очень хорошо вытесняют различные виды сорных растений это и всем известный луговой мятлик и овсяница красная райграс полевица благодаря строению корневой системы и развитию наземной массы сорняки практически можно выгнать с этой территории специальные сорта этих трав также существует и они еще более как бы улучшенные сорта и еще более эффективно действует на сорняки конечно если какой-то участок вы не засаживаете в текущем году и не планируете следующем году то следует на этих участках высевать не забывайте про эти рассевые обороты и не забывайте высевать сидираты это тоже большая история сидираты очень много растений не будем останавливаться на них на сидираты прекрасно борются сорняками и снова же обогащают почву сидираты можно сеять практически круглый год за исключением когда земля замерзла а так про пожалуйста высевается даже если под зиму вы высеяли и растение зашли например рапса зимы то и побилось морозом ничего страшного все равно питательные вещества останутся в почве и те вещества которые содержались проростках они сработают и сделают свою хорошую работу можно высаживать горох фасоль или сою она также будет обогащать почву но к сожалению это культуры не длительные они посадил и все некоторые рекомендуют высаживать люпин что люпин ох какой красивый но будьте осторожны потому что многолетний люпин потом от него также трудно избавиться как и легко посеять и главное правило борьбы сорняками это никакое место не должно пустовать на нашем участке пустая земля это все это ворота привет заходи сорняк на наш огород и на месте запущенного участка на котором мы смотрели с ужасом применив то что я вам расскажу вы придете и взглянете совершенно иными глазами и возрадуетесь от того как он шикарно выглядит и будете только любоваться своим участком ну если вернуться еще к таким не цветочным методом то конечно можно бороться с помощью какого-то мульчирования это тоже вы знаете там и пилки наши любимые и кора и щепа и даже газетами некоторые укрывают это тоже спасение от сорняков ну это кто что любит ну а если на то что касается цветочных растений наконец приступим к этому моменту то здесь два вида растений два способа можно сказать это когда мы первое используем растения которые с началом витативного сезона они быстро отрастают образуют широкую листовую массу которая быстро заполняет пространство вокруг себя и не дает солнечным лучам проникать под покров вот этой плотной листвы и у сорняков не остается шансов на прорастание если даже там семена и были а если даже кто-то успел выскочить то вы легко его вытащите между листьев за голову и и второй метод вторая группа растений это почвопокровное растение это как низкого роста так и среднего роста стелющиеся подушковидные которые образуют плотный коврик либо подушковидный кустик под который также трудно пробраться семенам сорных растений и если они туда попали либо даже уже на стадии прорастания то им не хватает ни света ни тепла ни питательных веществ чтобы там начать развиваться и подавлять как-то культурное растение давайте пройдемся немножко плотнее по этим по этим растениям что касается листья растения широкими листьями которые быстро отрастают и крайне неприхотливыми это всем известная хоста хоста поможет в различных случаях и в различных уголочках вашего сада как от солнечного места так до полу тенистого и тенистого в зависимости от сорта вы должны помнить там может из былых наших рассказов или из личного опыта что различные сорта хосты в зависимости от окраски листвы принадлежности к сортности следует высаживать либо на солнечном месте либо в тени в тени она тоже будет замечательно расти определенный сорт без ущерба своей декоративности хороша остильба хорошая стильба современные селекционеры выводят все больше и больше сортов и они нас привлекают внешним видом и красотой своих метелок особенно пригодится в этой борьбе остильба китайская благодаря плотной мочковатой такой корневой системе почва под самим кустиком она плотно оплетается земляной ком и растение сорное даже если проросло потом нету шансов для того чтобы найти себе пропитание и пробиться через эту плотную корневую систему различных видов децентра это децентра и исключительная и децентра красивая такие два вида децентра которые цветут достаточно продолжительно месяца три длится цветение очень быстро нарастают хорошо укореняются можно размножать их либо делением либо высевать семена рассады это как у вас получится всем известное растение которое пришло к нам с алтая и там она естественных природных условиях образует просто целые поляны по которым возможно даже и запутаться и повалиться такой по бодановой поляне бодан замечательно размножается и в течение трех лет он образует такую плотную картину из своих утолщенных корневищ наземных красиво снова же цветет и среди такого плотного ковра листьев сорнякам тоже не будет шанса герань великолепная это такая форма природная форма герани на одном месте она способна расти более 20 лет и также образует плотненькую картинку для сорняка не место и следующее растение это волжанка на металла жанка которая вымахивает полтора метра волжанка с таким интересным веселым названием кокорыши листная кокорыши листная ее высота всего лишь 20-30 сантиметров при хорошем уходе она также хорошо приживается и на одном месте растет длительное время ну можно еще расширять этот список просто обращайте внимание на растения у которых корневая система очень мощная мощная в плане того что она не стержневая а размножается в горизонтали и у которых быстро развивается наземная масса и прикрывает почву значит эти растения годятся нам для того чтобы бороться с сорняками и поэтому достаточно будет практически одной прополки весной пока еще не раскрылись листья вы прошлись прошлись листья отросты сомкнулись и осенью провести рыхление чтобы не было никаких уже вообще шансов даже если попали какие-то семена и следующая группа растений о которых я говорила вторая группа растения это почвопокровные растения это вообще очень красивая группа растений которые очень улучшают наш пейзаж они очень вызывают интерес всегда благодаря своим таким необычным формам и необычным формам роста и и не следует долго ожидать что вот когда же она вырастет и заполнит это пространство я буду рекомендовать быстро растущие растения почвопокровные которые не раскачиваются и даже их можно посадить в том месте где вроде бы и ничто не хочет расти но там поверьте даже на скудные почвы некоторые из них будут расти они не требуют сильные в уходе и также на одном месте могут расти длительное время 5 6 и даже до десяти лет может быть немножко будут переползать может кого-то немножко надо будет приструнивать но это вы сами будете уже видеть наблюдать за ними это различные виды живучек это хорошо и красиво развивающийся примула юлия которая плотненько плотненько разрастается и заполняет пространство если для солнечных мест или у кого-то в южных регионах то придет на пользу такое представители семейства аизовые это делосперма которую можно высаживать даже нужно высаживать на солнечных местах это мезембриантема которые называют иногда еще ледяной травкой они образуют коврики невысокие быстро расползающиеся с красивыми изумительными цветочками которые будут радовать глаз от весны до самой поздней осени очень интересное растение оно существует и в дикой флоре это вербеник монетчатый иногда вот старые виды или сорта они могли бы нам показаться не то что показаться они действовали несколько даже агрессивно могли бы сами стать предметом с которым надо бороться но современные сорта вербеника монетчатого например сорт который называется аурео с необычайно яркой сочной листвой золотистая особенно в лучах солнца она просто вот как золото светится и несут на своих побегах красивые небольшие не маленькие где-то диаметром до 2 сантиметров желтенькие цветочки которые как искорки в каждой пазухе листика выскакивают периодически вербеник монетчатый в странах англоязычных называют еще ползучая дженни потому что вот с нею просто невозможно справиться с этой ползучей дженни и хорошо его сажать потому что он любит такую влажную почву для того влажных местах около бассейна но не беда если и будет отсутствовать такая вот излишняя влага он и так справится с теми условиями которые вы им предоставите красиво будет смотреться если он будет где-то сползать с невысокой подпорной стенки либо вдоль ступеней будет красивенько сползать потому что междоузлия как только он соприкоснется с почвой там образуются корешки и таким образом он распространяется но вот этот сорт карт который называется ауре он не является агрессивным и сильно за ним следить не надо сам растет и сам себе радуется различные виды тимьянов ну в первую очередь тимьян который всем известен и мы встречали где-то его в природной среде это тимьян 7 серпилиум который называется серпилиум замечательно разрастается и образует такую подушечку полезное растение красивое растение медоносы он медонос и к нему летят всякие пчелки и шмелечки флокс который называется видовое название флокс сибулята но это то что касается многолетнего вида но для этой цели подойдут и однолетние флоксы в каких-то местах потому что без однолетников никуда они цветут хоть им требуется выращивание через рассаду но флокс например дурмонда он также образует пушистую куртинку которая будет некоторые сорта низкорослые некоторые более высокорослые и даже если тот который высокорослый не найдет себе нестаточной опоры он так слегка повалится но в местах то есть соприкосновения с почвой он также слегка укоренится и будет замечательно себя чувствовать различные виды барвинков это барвинок большой барвинок малый есть барвинки и свои гадные формы листьев кого-то наверное пугают барвинки не стоит пугаться я думаю что в целях борьбы с сорняками барвинки хорошо играют свою роль либо если посажены в тех местах где уже вот как я говорила но ничто не хочет расти ничего этом сажать не хочу то посажены там барвинок настолько заплетает почву и растет там просто десятилетиями и это будет очень выгодно для нас в плане того чтобы не было сорняков очень красивое растение обриета вы наверное видали ее она цветет рано весной для меня было загадка не то что загадкой так удивлением что но табриета она тоже относится к семейству капустная брасикация но почему-то все капустные можно пожевать по крайней мере если не скушать а вот обрету никак нельзя кушать она тоже замечательно распространяется и листва красиво и цветки красивые правда весеннее цветение длится там две-три недели потом надо обрезать чтобы сохранялась красивая листва иначе если будут образовываться синина то растение немножко выглядят неряшливо и как бы так слегка вытягиваются и выглядят какими-то оголенными но если мы срезаем от свежие цветки то все у нас получается так подушка видная полянка очень красиво растение галлиум адоратум поищите она вас порадует различные виды очетков это и очеток спектабеля и которые куст у него достаточно такой солидный благодаря вот мощному росту корневой системе такой очень плотный он также будет очень хорошо участвовать в этом нашем общем деле очеток ложный крайне неприхотливое растение по характеру роста несмотря на то что у него все-таки другой вид и листики плотненькие такие несистые он по характеру роста сходим с вербейником слизимахи о которой я говорила выше и ложный очеток он будет расти ну просто в любом месте может где-то даже надо будет его немножко так приструнивать чтобы он не распространялся он тоже укореняется и распространяется его даже можно использовать как подсадку каким-то крупномером чтобы заполнить это пространство ну и потом не жалеете пусть рука ваша не дрогнет когда вы будете его ограничивать свободе потому что даже в течение одного сезона это можно проделать несколько раз он замечательно возобновляется и отломанный кусочек приживется и будет дальше отрастать хочу обратить ваше внимание на еще одно очень такое но это новое растение ну очень симпатичное растение которое называется мазус ползучий новинка в озеленении но можно его поискать в каких-то каталогах и чем он хорош изумительной красоты растения невысокого роста сантиметров 15 высотой 10-15 высотой с многочисленными цветками во время цветения это просто получается фиолетовый ковер различных оттенков с необычной формы цветочками и распространяется разрастается он не очень быстро то есть здесь вообще уже не придется там его не струнить главное просто подобрать ему хорошее место подмаринник душистый тоже подойдет для таких наших целей среди растений которые будут нам помогать борьбе сорняками хочу еще упомянуть бересклет который видовое название фортуны и он бывает еще в регатной формы бересклет такой полу кустарничек ну развивается он достаточно быстро дает длинные плети но из него можно формировать даже какие-то нужные вам композиции он хорошо подвергается обрезки не страдает от обрезки таким образом вы будете его даже слегка удерживать от этого будет только польза вот этому месту где он растет многочисленные многочисленные побеги формируются вполне хорошо себе зимует кстати мазус ползучий зимует великолепно ну по крайней мере белоруссии зимует великолепно если останавливаться еще на однолетних растениях то для таких целей подойдут те растения которые как я говорила образуют на поверхности почвы быстрый срок большую листовую массу это и настурция это и флокс друмонда это и лабелия можно сажать где-то вдоль дорожек обивку грядок делать из бархатцев есть низкорослые сорта которые не будут конкурировать с теми растениями рядом с которыми они будут расти из таких менее распространенных то я порекомендую налану налана из двух видов я знаю что она есть в продаже существует это горец который моих условиях он не зимует горец головчатый одно растение способно образовывать такую стелющиеся и укореняющиеся местах прикосновения растительную массу диаметром диаметром одно растение получается до 80 сантиметров поэтому ну мне кажется что достаточный ассортимент вот можно подыскать чтобы красиво бороться сорняками ну и последнюю мысль которая хочу вас донести что всегда обращайте внимание на те условия которые у вас есть это одна сторона и на те свойства растения которые вы хотите приобрести это вторая сторона то есть все должно это в конечном итоге совпасть если он хочет любит расти на солнечном месте значит предоставьте солнечное место если влага любую значит туда если почва бедная значит сюда если на каменную горку, то это одни растения. То есть всегда обращайте внимание на требования растения и условия, которые у вас есть. Давайте бороться с сорняками красиво. Всего хорошего. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всего хорошего.